Словно меня леет мелькнувшую и исчезнувшую на просторах вселенной. Всем привет! Я Даша. Несколько месяцев тому назад я видела у одного из видеоблогеров, тоже книжного, даже не увидела, а просто мельком услышала пролетевшую фразу словно медиа леет мелькнувшую и исчезнувшую на просторах вселенной. Че это меня в поезде крутые? Вот эта фраза. Читательский дневник. Я такая, ммм, а у меня дома есть прозвище «Волосной Писарчук». Это от того, что дай мне только бумагу, ручку, и мне больше для счастья ничего не надо. Я помню, когда в юности ждала парня из армии, и я ему такие вот вообще просто письма писала. Ну просто как будто война и мир. Да, минутка факта моей жизни. И поэтому, когда я увидела очередной повод построчить ручкой по... поводить ручкой по бумаге, я вцепилась в эту возможность. Даже здесь мало у меня просто лишних дневников. Подавай еще читательский. Ну что это такое читательский дневник? Я давай искать на ютубе, смеклеить какие-то, ну, те ролики, которые есть. О том, как есть и читательские дневники. Каких только типов я не навидалась. И конспектирование, ну, просто тупо конспектирование книг. И как Бог на душу положит. И в схемах там, в каких-то рисунках, и так, и сяк, наперекосяк. Думаю, ну, вас буду везти, как мне удобно. И стала везти. И так уж вышло, что я хотела подарить давно, еще при Новом году, через Новый год, ежедневник. И коллега моя очень любевалась по Марине Монро. Так уж вышло, что буквально месяц до полтора до 31 декабря она переехала в другие края. Это был вообще регион. И ее, как бы, подарок остался у меня дома плакать и скучать в одиночестве. И когда я услышала себя в дневнике, я подумала, у меня вот есть как раз дневничок, ой, не дневничок, а ежедневник. Вроде как с приличной обложкой. Вот он, думаю, ну, начну в нем везти, не пойдет, не пойдет, ничего страшного. Я не заплачу, что израсходую, подпорчу первой страницы такого вот дневника. Я опять сказала слово дневник. Вот такого ежедневника. На первом фразации я сделала слева список обозначений каких-либо в книге, потому что, когда я смотрела видео про читательские дневники, там одна девочка сказала, что, чтобы легко найти какую-либо информацию, надо рядом с текстом рисовать какой-либо значок. Я изобретала такие значки, над некоторыми сидела тупила, что как бы это изобразить. Но вот все-таки я заботовала целую систему, сюда выписала. Ну, не то, чтобы не забыть, а просто на всякий случай. Здесь и флаг страны, в которой гражданство, которое имеет писатель. Я по значению электронного виде читала в натуральном. И закончила ли я вообще читать эту книгу. И упоминание рецепта, и упоминание в книге, в другой книге. Для всего этого значки у меня есть. Вплоть до названия рецепта. С другой стороны, с удержанием. Как мы видим, пока я вела этот дневник, он закончился буквально на днях. Я его закончила, начиная следующий. Я успела прочитать 31 книгу. Я исписала полностью эту тетрадь в период с 18 апреля этого года и по 10 августа. То есть вот буквально за 4 месяца я его весь исписала. Вот, кстати, у меня на обложке здесь на клеенжерный тёк. Тёк-чёк-чёк. Итак, на тот момент, как я начала читать, вести этот дневник, формально я об этом, я его завела 21 апреля. Но книгу, которую я на тот момент читала, я начала 18 числа. Это записки у изголовья сессии на лон. Вот вы видите обозначение, когда я начала читать. Рядом обозначение, информация по книге, электронная или натуральная, в какой стране это всё писалось, что тут ещё. И вместо оценок я ставила с помощью смайлика эмоцию, которая вызвала у меня эта книга. На соседней страничке я указываю дату окончания, день окончания. И если вспомню про это, количество страниц. Обычно я такое вспоминаю, когда читаю в электронном варианте. Потому что, когда читаешь, внизу так или иначе эта информация высвечивается, в мазуре тебе в глаза. А в бумажном варианте я обычно не обращаю внимания на количество страниц. Очень хорошая книга «Записки узголовья сессии на лон». Обращаю ваше внимание на неё. Я не снимала уже видео об этой книге. И вот я, собственно, и вела его. Вклеивала всякие картинки по настроению. Если книга на меня производила действительно какое-то удивительное впечатление, я не обходила и этот момент в оформлении. И вот так вот и вела. И вы знаете, я думала, что сначала я буду жутко тупить, а потом я буду всё больше и больше открывать для себя каких-то тонкостей в ведении читательского дневника. Я прям чётко начала. Мне это понравилось. И в дальнейшем я старалась придерживаться этого стиля, этой методы и всё такое. Иногда, правда, во мне просыпался художник от слова «худо». И я, если книга была, правда, впечатляющей, я в конце делала такой вывод о неё, окончательный какой-то отзыв, и оформляла его более-менее, например, в виде перевёрнутого сердечка или там «Видеть солнышко». Финни сиястся сокола. Это не похоже, но я подразумевала, что это солнышко. Тут лучи, все дела, красный цвет. Это и «Колючая проволока», как, например, в случае с «Чужаком» Стивена Кинга. И всё такое. Вы знаете, мне так понравилось вести читательские дневники. Думала, мне эта тема не зайдёт. Видите ли, я люблю читать лёжа в кровати. Моя излюбленная поза. На самом деле, моё самое любимое место читать – в ванной. Но не буду же я каждый день принимать в ванну, просто чтобы почитать книгу. Поэтому любимое место на каждый день для чтения – это кровать. Лёжа, пол-лёжа, вернее, особо не попишешь. Не очень удобно. И что мне всю канцелярию перетаскивать, что ли, в комнату. Ну, пришлось. У меня там карандаш. Черная ручка, красная ручка. Разумеется, синяя. И всё. Как вы заметили, в начале каждой книги я клею декоративный скотч. И именно поверх этого скотча пишу название книги и автора. Это для того, чтобы легче находить какую-то книгу, потому что сбоку вот так вот видно, где наклеен декоративный скотч. Что у нас, в сравнении, не очень-то помогает. Ну, прикольно, да. Хоть каких-то красок придает оформлению. И, как выяснилось, пол-лёжа не так уж и неудобно делать записи. Конечно, почерк немножечко искажается, но не сильно, не критично. Пойдёт. И для себя все эти записи делают. Вот вы знаете, помните в Гарри Поттере сцену, когда Дамблдор в сосуд, в омут памяти, мысли отделяет и поясняет Гарри Поттеру, для чего его это нужно. Иногда порой мысли так переполняют голову, что иногда кажется, что она взорвётся. У меня так бывает часто, когда я читаю книги. Меня переполняют столько слов, которые готовы просто выпрыгнуть из меня и зажить собственной жизнью. Это в такой степени насыщено их много. Я пыталась их выплёскивать в телефон, но на телефоне не очень-то удобно печатать. И как бы, упс, но читательский денег меня в этом плане очень сильно выручает. Иногда, вы знаете, вот читаешь, допустим, видишь рецепт, и думаешь, надо вот запомнить, вот я запомнила страницу, я запомнила книгу, потом приготовлю. Ничего ты потом не готовишь. Ну, в смысле я. Ничего я потом не готовлю. Но, когда я стала всё это переписывать сюда, читательский дневник, то я реально готовлю потом это, я реально хожу эту информацию, перерабатываю. Если это упоминание музыки, я её слушаю. Если это упоминание фильма, я его смотрю. Если это упоминание книги, я её читаю. Читаю. То есть, всё вот такое вот. Очень классно. Мне понравилось. Это, когда ведёшь себя в течение книги, в время чтения книги, это не спорю. Иногда это замедляет процесс чтения. Но зато вы получаете более полную удачу от самой книги. Потому что с помощью запуска механической памяти, скажем так, вы больше запоминаете, больше переосмысливаете цитаты, никуда в туне не пропадать. Потому что, если их на лайфли не писать, как я уже сказала, печатать на телефоне, как бы, ну, мне не сложно, но мне комфортнее писать от руки либо на клавиатуре полноценной, компьютерной. Поэтому, даже если я вижу иногда действительно достойную цитату, не порой лень её на лайфли перезаносить, а в читательский дневник с приятелем удовольствием. Как я уже сказала, я получаю удовольствие просто от того, что вожу ручкой по бумаге. До того, как я стала вести читательский дневник, я куплено, что читаю. Собственно, в личных дневниках. Я отделяла специальный разворот для этого и туда выписывала названия, авторов, даты чтения, понравилось, не понравилось. В общем, я поработала в дневнике. И клеила вот такой кармашек. В конец... На задний форзат чтения она клеила, распечатала список прочитанного, то есть это получилось с 2014 по 2018 год, и в этот кармашек засунула. И эти списки здесь лежат. Ещё надо... У меня на блоге... Есть списки с 2012 года. Я хочу, чтобы у меня руки дошли и до них распечатать, и вложить читательский дневник. Но как-то всё... Не соберусь... Надо собраться. Собственно, это всё, что я хотела вам сегодня сказать о своём читательском дневнике. Если вы тоже ведёте читательский дневник, то непременно поделитесь со мной в комментариях, как вы это делаете. Может быть, я что-то позаимствую какую-то идею для себя. А на сегодня всё. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok